Такие фотографии возрождического характера, они правильные, а герои. А те люди, которые в докторе не делали себе. У меня было воспаление легких, и не делено, как раз туда все количество. Я фотография себя не могу. Шановна и дорогая Ирина Анатольевна, шановные друзья, вы знаете, очень важно, что мы сочетались вместе с Ириной Анатольевной. Мы открываем эту уникальную выставку в ее день рождения. И я уверен, что сегодня не только здесь присутствие, а и вся Украина вместе с вами. Друзья, четвертий рік продолжается військовая агрессия России против Украины. Четвертий рік не было жодного дня, чтобы не было військовых провокаций, обстрелев, чтобы не гинули лучшие дети Украины или не отривали поранения. Но, что важно, четвертий рік российские войска не могут просунуть на Захид на жодный крок. И, понимая, что они не могут просунуть на фронте, они пробуют дестабилизировать ситуацию у нас в Телу. И одна из самых брудных форм этой дестабилизации – это реальный террор, который они развязали против Украины, пытаясь вбивать по два спину наших правильных героев и защитников Украины. Именно так автоматная черга зупинила сердце нашу Аминь. Сердце, яке с народжения билось в унисон и с украинским, и с чеченским народом. Сердце, яке намагалось захистить рідных, близких, захистить страну. И, понимая, что Аминь завжди была там, где небезпечная. Аминь, на начале 2000-х, она с оружием в руках сражалась против российских загарбников в Чечне. Когда началась революция гидности, она, народженная в Украине, была разом с украинским народом на Майдане. И не просто как волонтер, она была бойцем сотни самобороны. С первого до последнего дня Майдана. И никто не сдавался, что когда началась война, она среди первых добровольцев. Когда еще не было реально армії, когда еще не было надейної зброи, она с автоматом пошла защищать страну. На больше небезпечных направлениях и точках. Она, как снайпер, врятовала життя многих. Время, чтобы не было ни наступных кулей, которые были нацелены в украинские сердца. Вы знаете, мало кто знает, что в червня этого года она закончила нашу військовую академию, факультет высокомобильных десантных войск. Профессийный лекарь, героичный воин. Правозахисник. Уникальна доля уникальної людини. Вона стала справжнім героем. Украинского и чеченского народа. Но, друзья, герои не умирают. Правозьми герои завжди завершаются своими народами в их сердцях, в их сведомости. Они надихают. Они ведут за собой вперед. Я молю Бога, чтобы он в первую очередь захистил и смецнил маму Аміни. И тысячи наших мам и батьков, которые отдали за свободу и независимость страны своих детей. Нехай Господь будет всегда с вами. Нехай Господь дарует победу нашей стране. Потому что за эту перемогу заплачено кровью найкращих наших детей. Слава Украине!